Небольшой опыт работы Института неонкологии Петрова, отделения опухоли головы и шеи. Работа с пациентами со злокачественным образованием языка и дна полости рта. Использование реконструктивно-пластической операции, выполнение их с использованием кожно-мышечных лоскутов. Хотелось я очень коротко, вкратце, хотела бы просто остановиться на статистике в том, что актуальность этой проблемы действительно велика. И если говорить о ряде стран, я хотела бы указать несколько из них статистически. Это 5-летний выжиматель составляет 63,2% по данным Национального института рака. И хотелось бы показать то, что на 2015 год указано о количестве новых случаев 2,8%. Количество умерших на 2015 год указано как 1,5%. По статистике, если говорить о Англии, у них также высока актуальность этой проблемы. И по числу, количество наблюдающихся у пациентов из 91%, 93% составляет мужчины и 85% женщины. Если говорить о причинах возникновения этого заболевания, указано, что из того количества пациентов, которые наблюдаются у докторов, это те, которые имеют вредные привычки. Это алкоголь, те же инфекционные болезни, к сожалению, они есть изредных привычек, это алкоголь и курение. По заболеваемости, которую мы все-таки рассмотрели, представлена Всемирная организация среди мужчин и женщин по ряду стран. Россия занимает 33 место по заболеваемости, хотя по смертности она выше. Среди мужчин это 21 место. Этиологические факторы, они всем известны, вкратце перечислены, то, что может привести к такому заболеванию, как рак дно полости рта, дна полости рта, рак языка, орфорингеальные опухоли. Все то, что пациенты, которые, к сожалению, имеют эти вредные привычки, они приходят к нам после этого всего и с такими запущенными стадиями. Основным методом лечения опухолей головы и шеи все-таки является комбинированный. Есть и другие методы, но основными я хотела бы отметить химиотерапию, хирургическую, лучевую терапию. Если рассматривать также 2015 года версию гайдлайнс по актуальности, по тому, как лечить пациента в зависимости от стадии, от размера опухоли, по наличию лимфатических узлов, это действительно актуально и относительно этой версии и планируемое лечение также в ряде стран, в том числе и в нашем институте мы придерживаемся. Очень много в литературе было проанализировано виды пластик. Хотелось бы все-таки, вы позволили себе указать автором профессора Пачеса, его клинического руководства 2013 года, в котором он все-таки разделил на перемещенные, на свободные кожные лоскуты, он перечислил. Пластика дефектов в костной ткани, по его также рекомендациям, она тоже достаточно сложна и имеет несколько видов. И небольшой опыт неонкологии Петрова, это 28 человек, которые в период с 2012 по 2014 год лечились у нас в институте. Возраст пациентов составил 42-67 лет, это от 42 до 67, мужчин 75%, женщин 25. Все пациенты подвергались комбинированному лечению, и стадия, к сожалению, также была третьей-четвертой. В нашем институте выполнено несколько видов пластики. Они указаны, это кожно-мышечный лоскут, был заготовлен ножка кивательной мышцы, ромбовидный шейно-лицевой, кожно-мышечный лоскут, уракодорзальный лоскут у трех пациентов, кожно-мышечный лоскут на коротких мышцах шеи, кожно-мышечный лоскут на большой подкожной мышце шеи и лучевую лоскут с использованием микрососудистой техники. Вот небольшой опыт есть, пока только небольшой. И на данном слайде представлено количество человек в зависимости от вида и объема оперативного вмешательства. В основном это гемиолингвикотомия. Глосоктомия была выполнена трем пациентам с переходом на корень языка и мягкое небо. В ходе нашего исследования мы также исследовали уже ретроспективный материал, который был получен гистологической лабораторией на HPV-исследовании, на экспрессию Пи-16 и Пи-53. И вот что у нас получилось. Позитивная экспрессия Пи-16 мы выявили в шести случаях. В четырех случаях также из этой группы пациентов выявлена гиперэкспрессия Пи-53. И было отмечено, что эти пациенты, у них опухоль локализовалась по боковой поверхности языка. В двух случаях в области дна полостирта. Это из той группы пациентов шести позитивных с экспрессией Пи-16. В семнадцати случаях Пи-16 негативных выявлена гиперэкспрессия Пи-53 в одиннадцати случаях. В семи случаях эта негативная опухоль была к обоим маркерам, и к тому, и к этому. И выраженная экспрессия, что для нас явилась таким, в общем-то, новым в нашем исследовании, то, что P16-53 наблюдалась выраженная экспрессия при исследовании опухоли с веретиноклеточной дифференцировкой. В ходе, после лечения осложнений, которыми мы столкнулись, после того, как была выполнена реконструкция, это три пациента из 28 оперированных, что составило 10,7%. В основном это краевой некроз кожного мышечного лоскута. Было одно нагноение с частичным краевым некрозом, и сформировался свищ у одного из пациентов. Период наблюдения составил два года. У пациентов из 28 человек, которых мы оперировали, первые три месяца. У одного из них выявлен местный рецидив, генерализация процесса была отмечена у двух пациентов, и у остальных 26 пациентов, у нас 27, простите, неправильно считала, 26 пациентов, в течение двух лет признаков прогрессирования опухолевого процесса не было диагностировано. И вкратце, пациент 30 лет, корицинома дна полости рта, с переходом на правую половину нижней челюсти, растание мягкой ткани правой щеки, и пациенту было проведено химиотерапия, лучевая терапия. В 2012 году был достигнут полный клинический регресс, выявлено прогрессирование в марте 2013 года. Была выполнена операция, объем операции составил и резекцию нижней челюсти, правую половину. Большой дефект составил, дефект лица был, к сожалению, у пациента. И сформированы были лоскуты, частично лицевой, частично лоскут, сформированный на ножке кивательной мышцы. Второй пациент, 58 лет, с аналогичным диагнозом, с переходом на альвеолярный отросток нижней челюсти. Была выполнена операция, также был сформирован кожно-мышечный лоскут. На данном слайде справа уже препарат с большим распространением. При гистологическом исследовании переход и контактная деструкция кости. Пациент, 50 лет, с опухолью дна полости рта, с минстатическим поражением лифузлов шеи. Также проведено лечение. Достигнут был полный клинический регресс, но прогрессирование. И была выполнена аналогичная пластика. У пациента также было после, на седьмые сутки, лоскут. И далее пациент наблюдается, приходит к нам, к сожалению, нет фотографии. Но на седьмые сутки лоскут жив и без признаков какого-либо нарушения. Пациентка, 50 лет, с карциномой дна полости рта, аналогичный диагноз. И, в общем-то, объем операции также составил редекции правой половины нижней челюсти. Щечный лоскут был отвернут в сторону. Резицирован и выделен на данном слайде опухолевый конгломерат. Была произведена мобилизация кивательной мышцы для пластика дефекта. Установлена одномоментная пластина. И далее мы сформировали, и на данном слайде справа имеется вот такой вот вид раны послеоперационный период ранний. Пациент 43 лет. И у этого пациента действительно была поражена вся подвижная часть языка с переходом на корень языка. Проведена лучевая терапия, химиотерапия в 2012 году. И был достигнут регресс. Но и рецидив опухоли в январе 2013 года. Была выполнена операция в объеме шейной лимфодисекции. Был резицирован язык. Удален резекция произведена альвеолярного троска нижней челюсти. И пластика дефекта была выполнена только дарзальным лоскутом. И в настоящее время у пациента через 2,5 года после операции вот такой вот результат. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.